Первый канал и Красный квадрат представляют Сюда приходили первые корабли с эмигрантами, переселявшимися в Аргентину И сейчас прямо здесь мы станем свидетелями в железной схватке двух очень разных по характеру бойцов В аргентинской дуэли, победитель которой получает второй шанс войти в жестокие игры Встречаются Данила Поляков, топ-модель и юрист, игрок клуба «Что, где, когда» Илья Новиков Суть задания заключается в том, что участник, подвешенный на такой опасной высоте, должен собирать флажки Их 25 штук, этих флажков Времени на это на все, всего лишь одна минута После того, как минута закончится, нажимается специальная кнопка и открывается пол Соответственно, участник падает Задача собрать максимальное количество флажков Вот и все, кто собрал больше всего флажков, тот и молодец Прошу вас, господа Да господа, какие же это господа, это бойцы Здравствуйте, товарищи бойцы Ну что, как нервишки? У меня все заблокировано Пока на меня не нацепят все эти страховки Мне кажется, тогда начали волноваться Такое расслабленное, с цветочком Да, с цветочком и порту А главное, что цветочек в тон костюма Вот Поляков, вот фэшн-человек Фэшн Илья, вы были в прошлом году на жестоких играх, правильно? Вы были в финале вместе с Леной Перовой Был Вы знаете все опасности и трудности, которые вас ждут И тем не менее, в этом году вы с первой попытки не попали в финал Почему? Ну нельзя же все время выигрывать Да уж не поддавались Я не поддавался, я честно боролся до конца Ну получилось так, что Арчи взял реванш за прошлый год У нас была очень красивая такая динамичная схватка Заправил в финал Я ему уступил и сейчас пытаюсь отыграться Первой в аргентинской дуэли Илья Аргентинская дуэль, это интересно Это, наверное, самое интересное, что я здесь буду делать Это не похоже на то, что у меня было в этой жизни У меня нет такого жесткого страха высоты Но когда тебя подвешивают на 20 метрах в качающейся клетке Ты знаешь, что она обязательно раскройка, что ты не делал Ты упадешь вниз Это, конечно, создаёт дискомфорта Илья Новиков Очень сильный соперник Потому что он умный Всё Я закончил, господин Ильдович 6-3 Итак, эта конструкция поднимается медленно-медленно И остановится на высоте 18 метров Это с земли кажется, что это, возможно, не так Ну, для того, чтобы было понятно, это приблизительно 5-6-этажный дом Ну что? Не вижу повода не начать Так, время пошло Два флажка уже собрано 3 Илья Новиков очень хорошо подготовлен И, скорее всего, и внутренне, и физически Потому что он сказал, что самое главное на жестоких играх – это азарт Подготовиться к жестоким играм физически невозможно Ты можешь сколько угодно ходить в спортзал Сколько угодно сжать от друзей Сколько угодно раскачать пресс Но здесь всё решает только азарт и желание победить А платформа, заметьте, начинает раскачиваться От того, что Илья бегает по ней из угла в угол Это тоже, конечно, очень опасный момент Там ещё ветер на высоте 11 7 секунд 12 Ну, опа! Всё! Боже мой! Как говорили в монтажнике-высотнике, которые строили небоскребы Нью-Йорка Высоту невозможно перестать бояться Можно о ней не думать Шопер! Я буду думать только о косметике в этот момент А о красивой одежде И... Скорее, вот всё закончится Дорогие друзья! Эксклюзивные подробности этого проекта Рассказы об участниках Всё, что осталось за кадром Вы можете узнать в ближайшую среду в свежем номере еженедельника Аргументы и факты А на сайте газеты www.aif.ru Вы можете проголосовать за понравившегося участника Неожиданно это, да? Было очень остро, да Сколько... Сколько флажков по вашим собственным подсчётам вы собрали? У меня ощущение, что чуть больше половины Чуть больше половины А сколько конкретно вы не считали? То есть не было такого... Не было времени Движение раз, движение два и обратно Если вдруг, случайно, Данила Поляку Сейчас бац и вас обскачет Поскольку здесь борьба честная Здесь никаких поддавков, никаких подыгрываний нет Если он меня обойдёт, я ему скажу, что ты молодец Иди вперёд Мне сложно сказать, что такой Данил Поляков От него можно вздать всё, что угодно Мне показалось, что он смотрит на предстоящие испытания довольно спокойно, как и я Что он не замандражирует Что не начнётся дрожание рук там на высоте Я не могу рассчитывать на то, что он их воздастся Итак, они поменялись местами В нескольких метрах от нас Илья Прикрываясь от солнца, поскольку прямо оно светит в лицо Смотрит за тем, как короб, клетка, как угодно Называйтесь, Данилой Поляковым Поднимается на высоту 18 метров Как только она зафиксируется, мы дадим старт 12 флажков 12 результаты Ильи Новикова Он нас слышит И теперь право выстрела принадлежит Даниле Полякову Посмотрим, как он с этим справится Поехали Минута, как же это всё-таки мало И как долго нужно флажков собрать Мы знаем, что Даниле Полякову надо Один Собрать хотя бы 13 флажков Для того, чтобы обскакать Илью Новикова Но Илья стоит рядом И очень-очень зорко наблюдает И как бы шаманит Есть ощущение, колдует чуть-чуть Длинные ноги Данила Полякова Не помогли ему выступить хорошо В той команде, в которой он участвовал И из которой он вылетел Спасибо специальному гостю, что он вернул его в проект Данила Поляков Когда была мода на модели андрогинов На мужчин, на юноши, которые выглядят как девушки Он был культом И это правда Его сравнивали с известной сербской моделью Андрея Бежичем Но теперь, конечно, Данила Поляков гораздо больше, чем модель Потому что, ну где вы видели? Мальчика-модель на жестоких играх Да ещё и мальчика-модель, который борется за право вернуться в игру Ой, по-моему, он быстрее идёт Ой, не факт, не факт Абсолютно ничего не понятно Абсолютно, несмотря на то, что в два скачка Поляков может перепрыгнуть эту платформу по диагонали Это ничего не означает Он не знает результата или нет Но если у обоих участников будет одинаковое количество флажков А мы это знаем То оба они на общих основаниях смогут вернуться в игру Ну, мужчина, дай руку, дай руку, дай руку Привет, автор Сколько вы насчитали? Я начал считать, а потом начал думать о минутах Так, 60 секунд, значит, это примерно Ага, так, сейчас начнётся падение, падение Сейчас, сейчас, быстрее И стал собираться внутри к этому падение? Ну да, я думаю, как бы в красивой позе ещё лететь А теперь, внимание Илья Новиков Данила Поляков Илья, 12 флажков Данила, очень жаль Но придётся Помучиться в очередной раз 13 флажков Когда я смотрел, как Данила Выполняет то же самое испытание Я ничего не думал, я только считал попытки До самого-самого конца было неясно Успеет ли он повесить 13 флажок Он успел, он молодец Он честно победил Я желаю вам всякой удачи Мы получили ответ на вопрос Кто из них двоих возвращается в жестокие игры? Данила Поляков Добро пожаловать обратно Ой-ой-ой, как быстро всё понеслось А-а-а-а Что ж такое? Ты можешь плыть? Кирилл зовёт врача Боже мой, неужели? А-а-а Вот они, 10 участников Готовы сегодня в третьей серии игр сразиться с самими собой и страшными испытаниями. Знакомьтесь. Певец, солист группы «Ронда» Александр Иванов. Певица Вьянка. Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. Актриса Дарья Якомасова. Модель Данила Поляков. Дизайнер Мария Цыгаль. Менеджер тренингового центра Герман Бухаров. Заведующая детским садом Мария Зарецкая. Телеведущий, продюсер Кирилл Набутов. И певица Ирина Орм. Уже третий сезон мы с вами, дорогие друзья, являемся свидетелями потрясающих проявлений силы человеческого духа. Здесь многие обретали себя и стирали границы собственных возможностей. И вот мой коллега Кирилл Набутов не смог упустить такой шанс. Сегодня он в команде среди участников. Но никто не собирается сдаваться. А вы сегодня с нами? Да, ну офигенно. Давайте пять. У меня не было ощущения, что на меня кто-то смотрел как на человека, который имеет какое-то особое преимущество или обладает каким-то сакральным знанием. Как правильно ставить ногу на красный шаг? Никто не знает, как это делать, пока сам не попробовал. В этом, собственно, прелесть жестоких игр, но прелесть в кавычках. С каждой минутой все интереснее и неинтереснее. Хочется скорее уже все начать, попробовать. Атмосфера этого праздника. Недалеко здесь океан. Хочется, конечно, пойти куда-нибудь залечь, позагорать. Ну, сначала поработаем, поиграем, а потом посмотрим. Меня, грубо говоря, уговорили мои друзья приехать. Они говорят, давай, порви, ну все. Я не делаю. Хорошо, я порву. Янка, мне кажется, самым слабым звеном в нашей команде. Не в обиду тебе бы сказано, Яночка, но так как она не умеет плавать, и она боится воды, а все конкурсы связаны именно с водой, для нее будет очень сложно. Мне, честно говоря, кажется, что я вообще во сне нахожусь. Не могу поверить, что я на это согласилась. Бывают ситуации, когда человек уже проиграл и думает, что для него жестокие игры уже закончились. Но не тут-то было. С нами сегодня специальный гость, который внимательно наблюдает за тем, как каждый игрок проявляет себя на дистанции, и может дать самому отважному из них шанс снова вернуться в проект. Сегодня я решил, кто достоин этого права. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами всю игру я, Александр Эвск-Ляр. Два года назад мне уже пришлось быть свидетелем невероятного приключения под названием «Жестокие игры». Я полюбил эту программу. И уже не терпится увидеть всех участников на первом испытании под названием «Боевое крещение». Задача игрока в этом испытании – добраться до финиша сквозь вращающуюся конструкцию, которая состоит из двух крестов, расположенных один над другим, и объединенных общей осью. Стрелки нижнего креста – это мостики. Хитрость заключается в том, что в середину можно бежать по зеленым мостикам, а выбегать оттуда исключительно по красному. Дальше – качающаяся платформа и финиш. Стрелки же верхнего креста – это настоящие препятствия, которые норовят сбить участников с ног. Их можно только перепрыгивать. Проползать под ними запрещено. Я так боюсь, что у меня существует. Я считаю, что певец должен петь на сцене. А сюда я прибыл как спортсмен. Я вообще люблю. Так, доказать себе, что еще есть в порохах, в пороховницах, ягоды и в ягодицах. Я сейчас пойду в этом мистово-крутом шлеме и в порохах. Адам, атак, атак! Йо! Ну все уже надо. Ну, пожалуйста, может, мы не пойдем? Слушай, давай, мы должны побореть эту пластиковую машину. Что, ребята? Для многих из них, особенно для тех, кто боится высоты, забраться туда – это уже боевое крещение. Но настоящее испытание только начинается. Нет, оно быстро крутится! Очень быстро! Итак, друзья, уже посыпались вперед самые горячие участники. Но это, конечно же, Герман. Ай-яй-яй, кто же это у нас упал-то? Это Дарья Якомасова. Дарья – отчаянная девушка, наверное, по крайней мере, проявила себя таковой. На съемках картины «Жила-была одна баба», благодаря которой имя Дарьи Якомасовой стало у всех на устах. И у самых строгих кинокритиков, и у телезрителей, которые ценят хорошее кино. Боже мой! Кирилл Викторович упал! У нас есть первый человек, который добрался до середины, и это Герман. Молодец! Теперь осталось только выбежать из круга по красной дорожке. У тебя хорошая позиция, Маш, прыгай, он прямо перед тобой вылезает. Я не могу, когда ты здесь находишься. Как я могу прыгать? Я очень от тебя далеко, солнышко. Давай не будем ругаться. Вы решили, что там лучше? Ну, давай! Давай! Опа! Ой, есть первый! Герман, 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 давай, давай, давай! Десять бонусных секунд! Герман честно их заработал, вы согласитесь. Но соревнование не заканчивается, и девочки делают попытки. Мария! Ну, знаете что, в детском саду у нас не такие карусельки, конечно, хотя что-то очень похожее. Так, Данила Поляков выжидает. Выжидает удобного момента, и он его... Ой, как неудобно! Какая травма могла бы получиться. Я надеюсь, что все хорошо, потому что вы видели, да? Немножко крутануло Данила, он ударился головой об одну из стрелок. Нет ничего, живой. Выгребает Александр Иванов. Ну, наконец-то. Кирилл, давай, давай, давай! Руками вытягивай! Ой, как обидно! Иванов! Держись, Саша, держись! В следующий круг испытаний проходит 8 участников. Александр Иванов среди них. Ура! Отлично! Красивая троица сейчас у нас находится в центре крестовины. Позвольте вам напомнить, что главный приз третьего сезона «Жестоких игр» это миллион рублей на двоих. Вот завелись-то они по-детски. Данила, как вы видите, при полном боевом раскрасе. Кто? Боже мой! Харитонов! Молодец! Ну, отлично! Ну, Рязанское ВДВ-шное училище имени Маргелова. Ну, не может оно производить некачественные кадры. Короче, я дождусь в следующий и, наверное, побегу. Давай. Не знаю, я очень боюсь. Держись, Кирилл! Остались из мужчин. Наботов или поляков? Поляков или Наботов? Кирилл! Ну, как же так? Сейчас ведь поляков проскочит! Идти некуда. Я ж не могу. Туда на него ж нельзя прыгать. Хотя, на самом деле, Данила тоже очень приятный парень. Конечно же, придаст нашему шоу дополнительные краски. Это не я нажимаю на кнопку, которая крутит эту платформу. Что они все на меня так смотрят? Дань, ты что на меня так смотришь? Это не я! Лучше делай стремительный рывок. Давай, Даня, встань! А вообще сил нет. Сил нет. Я не могу! Это было великолепно. Это ж надо было разыграть такую комбинацию. Если уж не сила и скорость, то опыт. Ты как вообще? Нормально? Дело в том, что он там сражался с этой платформой. И я не стартовал раньше, потому что я понял, что я его собью. И в какой-то момент я стартовал... Но я не хотел в этот момент бежать. Просто я вдруг увидел подъехавшую красную, и ноги сами понеслись. Данька, ну обидно же, скажи же. Ты боролся и рвал вообще эту победу. А этот вот... На самом деле это жесть. Хорошо, я пока вас оставлю, друзья, потому что у нас девчонки там борются. Девчонки, давайте! Это побежала Даша Ягамазова! Молодец! И она обладательница 10 бонусных секунд. Давай уже! Давай, Ян! Или делали, отказывайся! Если Бьянка показала вот так, то все три оставшиеся девушки проходят следующий круг испытаний? Да, Яна. Не было бы счастья для участниц, но певица Бьянка сделала свое дело на жестоких играх. Теперь все оставшиеся продолжают игру, несмотря на то, что только одна актриса Дарья Ягамазова смогла преодолеть рубеж. Вот и время расставаться И в любви всем признаваться Уезжаем, обещаем Вспоминать, что где-то Мне безумно обидно. Мне обидно на самом деле до слез. Я очень мне дорожу своим здоровьем. И в этом плане я абсолютно не авантюристка, поэтому... Я сейчас пойду в этом нистово крутом шлеме и порусьях, и порусьях, и порусьях! Ну, как есть, так есть. Я никак не могу к этому привыкнуть. Поймите правильно. Одни считают, что им нецелесообразно, а другие идут вперед. И второй раз, и третий, и пятый, и десятый. В итоге ломаются и считают это для себя нормальным, потому что они приехали сюда побеждать. У Марии Зарецкой травмы ноги. Я пойду сейчас к нашим аргентинским медикам и пытаюсь выяснить, насколько все серьезно. Когда Маша только сошла с платформы и лила на землю, я поняла, что дело плохо. У нее были, суки по всему, сильные боли. И подбежали работники в медслужбы. Это, конечно, очень печально, потому что мы когда шли сегодня на первый конкурс, мы, самое главное, говорили не травмироваться. Даже не столь важна победа, насколько вы выйдете отсюда в здоровье. Ой, господи, Машечка, вы чего? Я очень хочу играть, пусть у меня играть. Просто когда прыгала на платформу, самый первый раз, она резко сделала съездку, как-то еще, сразу резкая горка пошла. Еще чуть припухну, не могу выступить, но, блин, без меня не играйте. Она так хотела, она так готовилась, она так собиралась, так всех заводила, такая очень позитивная девушка. И, пожалуйста, вот видели, она в машине скорой помощи оказалась, типа, там, травма ноги и все такое прочее. Она даже после этого хотела биться, но не разрешила. Расклад такой. Покидать программу Бьянка и Данила Поляков, даже несмотря на то, что у него, как раз был второй шанс побороться за звание лучшего игрока жестоких игр 2012 года. Он его упустил. А бонусные секунды получают Герман Бухаров и Даша Якомасова. Кого на ночь? Фамилия моя будет товарищ Будунок. Уполномоченный. Куда ты упал? Кто? Который намоченный. Вот сто процентов у меня была уверенность, что я этого не сделаю. В какой-то момент у тебя включается второе сознание, которое тебе говорит, беги, давай, давай. Ты уже не думаешь ни на то, что больно, ни о победе. Просто ты должна пробежать, и ты должна это сделать. Сын, здравствуйте. Меня зовут Герман. И сегодня я хочу рассказать, как тяжело учесть рекламщиков в ТК. Я очень доволен собой. Я очень доволен, что я не отвернулся от страха, пошел на него. И все получилось. О-о-о! У меня была цель. Я хотел дойти до индивидуального испытания. У меня не получилось. Но это незабываемое ощущение, когда ты стоишь и понимаешь, что ты боишься. И вот в первый раз все равно так же страшно, как и в первый раз. До свидания! До свидания! Это меня очень расстраивает. Данила мой друг. И на самом деле мне ужасно много помог здесь. И поддерживал мой боевой дух, настроение. Мне очень жалко, что он выбыл. Я правда расстроена. Гаучо, знаменитые аргентинские ковбои, возникли от смешения индейской и испанской кровей. Причем ни индейцы, ни испанцы не признавали их своими. В итоге эти изгои вынуждены были уйти в пампасы и там творить свою великую историю. Может быть и хорошо, что иногда история не оставляет человеку выбора. Так и у наших участников. У них впереди неотвратимое чертово колесо. Темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайком Жестокие игры ты смотришь. В этом испытании задача дольше всех удержаться на ускоряющемся конусе и при этом еще перепрыгивать через вращающуюся рогатку. Чтобы было совсем непросто, сверху на игроков скидывают различные предметы. Тот участник, который оказался за стеной из мешков, считается выбывшим. Для всех же остальных испытания повторяются сначала. И так до тех пор, пока не определятся шесть человек, которые проходят в следующий круг испытаний. Ну что ж, кто из этих смельчаков проходит в следующий круг испытаний? Решится прямо сейчас. Итак, я напоминаю, Мария Зарецкая из-за травмы сошла с дистанции и не была допущена аргентинской медицинской командой к дальнейшему участию в программе. Поэтому девушки, все три, которые сейчас там, они борются за бонусные секунды. Но я запускаю рогатку. Ты меня контролируешь, ладно? В принципе, когда уже начинается вращение, само по себе люди сыпятся. Ребята, вперед, вперед. Это Набутов упал. Это Набутов упал. А Харидонов и Иванов продолжают борьбу. И, конечно же, молодость побеждает здесь пока, потому что Герман Бухаров очень уверенно чувствует себя на этой дистанции. Не сдается даже Камасова. Мокрые, скользкие губки. И вот на Сергея Харитонова это уже возымело свое действие. Боже мой, он, кажется, ударился об эту боковую станину. Ой-ой-ой, как быстро все понеслось. Кто же, кто же, кто же? Вот сейчас все решит фотофиниш, потому что мы уже с вами, дорогие друзья, ничего не видим. Ой, какой кошмар! Кошмар! Они все посыпались, только Герман позже упал. Это видно было абсолютно четко. Герман получает 10 бонусных секунд. А Даша вообще с парнями осталась исключительно за компанию, чтобы поддержать в них боевой дух, потому что у нее 10 секунд уже есть. Да, теперь у Даши их уже 20. Нравится мне эта девушка. Ни слова, что ей тяжело, ни слова, что ей больно. Но этой девушке, по-моему, все по плечу. С одной стороны, это ажиотаж, что ты понимаешь, что это игра, и достаточно все забавно. А с другой стороны, периодически перед тобой пролетает голова Саши Иванова, потом нога Сергея нашего трехметрового. Это то, что я запомню, наверное. И самое главное не победа, мне кажется, а самое главное то, что происходит здесь и сейчас. Я за этот раунд, что получил два раза пятки по носу, я думаю, что еще двух раундов он бы выдержал вряд ли. Я решил для себя, что я должен любой ценой выиграть в этом раунде, чтобы дальше спокойно отдыхать, загорать, наслаждаться природой замечательной, сейчас мы воздухом и всем остальным. Как всегда, на жестоких играх не без сюрпризов. Три величественные мужские фигуры за моей спиной сейчас будут выяснять, кто же из них проходит в следующий круг. Пацаны, удачи всем, держимся. Давайте, не пухо, парни, без травм. Вот теперь мы спускаем рогатку, хотя, кажется, соперники и так уже измотаны. И так, Сергей Харитонов, Набутов тоже повалился. И последним, последним остается Сергей Харитонов, который просто, просто уцепился за эту рогатку и своим гигантским весом, по-моему, сломал нам механизм. Это весело! Ну, а дальше выяснять отношения между собой будут Кирилл Набутов и Александр Иванов. Саша Иванов, ну, полтинник, он великолепный в спортивной форме, он борец-зюдоист, это видно. Я постарше, слегка постарше. Я считаю, что мы с ним не позорим 50-летних в своем внешнем веке. Кирилл возглавляет всю нашу команду, и он говорит, я действительно примерно знаю, может быть, какие-то лазеечки, но пока сам не поучаствуешь, не пощупаешь эту материю, вряд ли можно стопроцентно знать, как тебе пройти то или иное испытание. Ну, давай, старичок! Давай. По-стариковски. Да, вот очень. Ну что, кто из этих старых волков? Александр Иванов или Кирилл Набутов проходят в следующий круг испытаний. Ждать развязки осталось недолго. Надо сказать, что это испытание выматывает. Поверьте мне, я как раз в прошлой передаче именно здесь и завалилась. Очень устаешь, потому что пока крутится колесо, ты уже очень много сил тратишь. А сейчас запустится рогатка, и начнется самое веселье. На стороне Александра Иванова все-таки черный пояс под дзюдо, мастер спорта как-никак. Ты можешь плыть? Кажется, Кирилл зовет врача. Боже мой, неужели? Все нормально? Что такое? Колено. Колено и рука. На руку он просто приземлялся. Сейчас, я только как-нибудь. Давай, давай как-нибудь. За три сезона жестоких игр Кирилл видел столько травм, что он тоже должен запрограммировать свой организм, чтобы только избежать их в любом случае. Давайте узнаем у него, что же произошло. Когда эта красная штука накинулась, ее нужно было перелезть. Да, я опираюсь на нее рукой весом и рука хрячет. Ты что, может быть, пойдем проверим хряч? Нет, нет, не надо. Я чувствую ничего. Просто я как-то там вот что-то сделал и старая болячка забытая заиграла. Сейчас я нажал и... Слушай, у тебя же ведь еще компрессионная травма спины и застарела. Ну, так вспоминать, что я. Давай еще вспомним аппендицит. Мне как-то спокойно, когда рядом большой Кирилл Набутов и как-то он всех нас что-то подсказывает, что-то как-то вселяет какую-то уверенность. И, мне кажется, он очень верит в нас. Да, да, да. На самом деле, мне, на самом деле, конечно, внутри, мне, внутри, конечно, обидно. Мне, конечно, вылетело. Нам тоже очень обидно, что тебя больше нет в нашей группе. Давайте, я вам желаю, чтобы без травм собрано. И, поскольку уже все знают, что как бы не так страшен черт, как его молюют с одной стороны, а с другой стороны, ждут непредвиденные всякие пакости и трудности. Пакости. Да, я желаю, вы раньше времени не начинайте бояться, и все у вас получится. Спасибо. Ну, все, пока. Увидимся. Не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю, тебя я лаской огневою и обожгу и утомлю. Тебя я лаской огневою и обожгу и утомлю. Следующий круг испытаний выходит у молодых людей Сергей Харитонов, Александр Иванов и Герман Бухаров. У него уже 20 бонусных секунд. Такая же ситуация у девушек. Даша Якомасова, опять же, с 20 бонусными секундами лидирует, а к ней присоединяются Ирина Ортман и Маша Цыгаль. До встречи в следующем испытании. Пока о фаворитах говорить еще рано. А вот следующее испытание расставит все на свои места. Впереди грязное дело. Это испытание на время. Сначала игрокам необходимо преодолеть полосу препятствий над бассейном с грязной водой. Затем боксерская стенка. На нее дается две попытки. Стенка считается пройденной, если участнику удалось коснуться серебряного захвата. Далее гигантские красные шары. И если участник хотя бы ненадолго замешкается на старте, ему придаст ускорение платформа-мотиватор. Далее в прыжке необходимо попасть в одно из отверстий, выпиленных в гигантском вращающемся диске. Затем финишная платформа. Примерно это будет вот так. Давай, дай. Ага. Ну и что, какая это? И туда могу туда. Она может одновременно и сразу дать. Ты раз, и ты сейчас делай так, и ты ногой. Да. Оп. Вот. Примерно так вот. Там приползать. Бокки-бокки. На три ручки не оторви. Я не удивлюсь, если Сергей не пройдет этот конкурс и будет падать каждый раз. Потому что здесь все по-другому. Здесь же жестокие игры. Здесь непрофессиональный бокс. Сергей Каратона. Передаю привет родным и близким. За родину, за Российскую Федерацию. Бога. Вот появляется Сергей. Все гораздо сложнее оказалось, чем он предполагал. Вот он, смотри, вот он останавливается. Не знает, как пройти. Нужно преодолеть эти вращающиеся две крестовины и устоять, устоять от ударов этих мягких подушек, которые как двери останавливают тебя. И, как мы видим, ему удается выйти сухим, по крайней мере, на первом этапе. Молодец. Теперь его любимые соперники. Боксерские перчатки. Как он с ними справится? Посмотрим, какую тактику выберет профессионал. Пока он движется легко, все-таки ему не привыкать пропускать удары. Сильными руками удерживает себя за эти захваты. Очень сильными руками. Напоминаем про серебряный захват. Если он касается его, то, соответственно, ему можно совершенно спокойно идти дальше. Фу-тфу-тфу. Но пока, абсолютно не запачкавшись, проходит Сергей Харитонов, наше грязное дело. Да, удары пропускает, но держится. Устоял. А вот здесь уже могут начаться проблемы, потому что у Сергея Харитонова есть одна маленькая фобия. У любого героя должна быть своя хелесовая пята. Это боязнь высоты. Ух ты, как он не боится встать на ноги? И... Ну и ладно. Он нашибся, ребята. Ему нужно было лягушечкой прыгать. Но правда, Сергей плывет очень быстро. Молодец. Кажется, по времени пока все четко. И, как вы видите, в финале есть легкая модификация. Опять же, в финальной части. Нужно с этой платформы попытаться прыгнуть и попасть во вращающееся колесо. Батут. И... Ой, какой звук какой. Звук тяжелого тела. Они провалились у него под ногами. Сергей весит 120 килограмм. Но, как вы видите, спортсмен концентрирован настолько, что он ни капельки не растерялся. Я не знаю, какова мотивация, за кого сейчас борется Сергей Харитонов. На автомателе или за семью, за сынишку Александра Маленького. Но он это делает быстро и четко. Я думаю, что все Рязанское десантное училище знаменитое сейчас болеет за своего опускника. Да, потому что все-таки десантура – это такое братство. Ого-го. Можно ли сравнить прыжки с парашютом с тем, что боксер пережил только что? Видно, что он сам не может понять, что с ним произошло. 22 перчатки, огромные шары, цветная мясорубка – совершенно непривычные атрибуты для Сергея. Сереж, ты убедился в том, что здесь не так просто, как ты мог предполагать? Честно говоря, все не так просто. И даже будучи тем, что я спортсмен, пользуясь тем, что я спортсмен, все равно приходится напрягаться. Вы видите по мне, что я дышать. Дурака не валял. Да, 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 дурака не валял, то есть старался прийти. Какой результат, Яна? Одна минута, пятьдесят две секунды. Спасибо. Минута пятьдесят две. Отдыхай. Спасибо. Спасибо, Сереж. Спасибо, Сереж. Давай. Удачи, до встречи. Как видим, даже такие стальные бойцы, ну почти в буквальном смысле стальные, как Серега Хритонов, и тот дышит очень тяжело, ему было совсем непросто. Так что габариты и спортивные звания на жестоких играх не самое важное, не гарантия победы. Все просто супер. Что? Адриналин классный. Ты сейчас прошел, да, скажи, что было. Да вообще, вообще-то нормально. И нигде не упал нормально? Не упал. Упал, шарок упал. Ага. Перчатки прошел, шарок упал. Ну и... А как ты на шаре прыгнул? Как ты, как ты, перчатки? А ты не упал, нет? Нет, потому что их сильно бьют, но неожиданно, где-то может вытащить, держаться крепче. Вот даже если где-то ты там, ну грубо говоря, там тебе ударила, или там в лицо, держаться крепче, крепче. И главное, голову берегите. Слушайте, я представляю, как непросто сейчас будет следующий участница, который выходит на дистанцию. Это вот такого размера и вот таких вот габаритов. Воздушное существо. Маленькое. Ирина Ортман, первая из девушек на дистанции. Главное не ставить жестко корпус, быть пластичной на перчатках, а не фиксировать село вот так, чтобы оно было железным, чтобы если тебя толкнули, ты могла отклониться и устоять. И вот на шарах надо быть размереннее. Короче, чем ты мне больше об этом говоришь, тем мне страшнее становится. Я лучше пойду, ребята, пока. Как ни странно, но у меня крылось второе дыхание. У меня сейчас воля к победе активизировалась. Если сначала я думала, что вот, подруги, надо подтянуть их к себе, то теперь я понимаю, что у нас все меньше и меньше. И сейчас нужно приложить все усилия для того, чтобы быть лучше. Странные игры, как острые игры. Мне в сердце медленно, медленно, медленно. Полнят измены ядом подвенна. Мне в сердце медленно, медленно, медленно. Господи, помоги! Мама, папа, я вас люблю! Итак, первая из девчонок, Ира Орсман. Побежала довольно резво, Ира Орсман. Да, элегантно. Элегантно, но, надо сказать, учитывая, что все наши участницы сегодня как на подбор кокетки, Ира из них, как мне показалось, не менее кокетливо подошла к вопросу. Но ты же участвовала в жестоких играх. Ты же понимаешь, что тут не до кокетства. Особенно вот тебя как начинает скидывать. Раз, по голове удар. Опа, два. А она проходит быстрее Харитонова. Ну, кто у нас главный по карканью на передаче? Все три сезона. Все, я молчу. Все, я опять каркал, опять свалил ее в воду. Все, все, все. Но главное, что Ира Орсман совершенно не расстроилась и не была обескуражена. И побежала дальше к боксерской стенке. Да, мы здесь увидели, что габариты на самом деле могут и против больших работать. Против Сергея Харитона. Она даже до захвата в до верхних еле дотягивается. Что ж такое? Я помню Ира Орсман по фабрике. Она и там уже была очень целеустремленным волевым человеком. Но все-таки здесь, согласитесь, не фабрика звезд. У нас там не было боксерской стенки. Однако она держится и не сдается. Молодец, она включила счетчик ритма. Она считает, как выходят перчатки. Я прямо это чувствую отсюда. Ой, Орсман, ты будешь большущая молодец. Ну-ка, а впереди еще две девочки. Маши цыгали, Даши Якомасова. Представляете, певица, дизайнер и актриса. Совершенно далекие от большого спорта существа. От жестоких игр. Серебряный захват, она коснулась. Значит, она может идти вперед. Иди дальше уже, не мучайся, молодец. Неужели она пройдет? Ой, молча, молча. Молча. Несмотря на то, что это ваши товарищи по команде, Кирилл Викторович. Красавчик просто, надо же. Вот она сила журналистского слова. Сообразит или нет? Что ж? Ты смотри, ой! Вот это красиво. Это бой, это рекорд. Такого не делал никто. Ах ты! Она была близка к тому, чтобы создать новый метод. Через шар проскакивать. Как жалко, что она упала. С другой стороны, конечно, красиво. Это идеальное прохождение дистанции. Но здесь реальная жизнь. И поэтому как получилось, так и получилось. Тем не менее, время Ирина показывает очень неплохое. Единственное, конечно, то, что она грязная и мокрая, ей сейчас помешать на батуте. Ой, 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 как было неприятно. Плыви, плыви к финалу, все, хватит уже. Самое интересное, я обратил внимание, насколько все-таки наши девчонки молодцы. Она чувствует, что падает, она закрывает на хвост, чтобы не договориться в аты. Женщины отличаются всегда способностью думать на несколько шагов вперед, в отличие от молодых людей. Руки вверх подними! Есть! Какое счастье! Вот что значит грязное дело. Только здесь, в индивидуальной гонке, участник может по-настоящему раскрыться. Невероятно сильная девушка. Соперница совсем не дремлет. И время сейчас решает все. Как ты думаешь, сколько минут ты была на всей этой трассе мучений и грязное дело? Минуты две. Вау! Вот что подготовка фабричная делает. На самом деле, действительно, две только с секундами. Две сорок? Много. Нет, это очень хорошо. Я предлагаю не расстраиваться пока преждевременно, потому что все соперницы еще не выступали. Жизнь настолько непредсказуема, ты не знаешь, что будет через пять, через десять минут, и как ты себя проявишь. И здесь, мне кажется, все очень активно и очень позитивно, и у всех богатый внутренний потенциал, и воля к победе. Мне кажется, Ира Ортман может и вполне достойно быть первой. Я сделала это! Ребята! Такие счастливые оттуда возвращаются, расскажи. Как ты прошла? Я все мокрое. Клавиши. Коварнейшая штука. Не упала ни разу. В конце, в самом конце. Там есть классные хитрости. Я расскажу тебе. Девочкам только. Хотя это тоже что-то. Можно не перешагивать, а вот так. Она вот так проходит прямо у тебя. И дальше, дальше. А это законно. Клавиши бьют только верхние. Поэтому перешагнула, села. Перешагнула, села. Теперь на дистанцию выходит ваш товарищ по команде, Кирилл Викторович, который в ваше отсутствие является, как вы выражаетесь, самым опытным. Назовем его дуаеном. Не поражаясь дипломатическим языком. Это такое слово, оно приличное. Да. Короче говоря, самый старший из участников, Саша Иванов, имеет право называть его мы с ним на «ты». Ему полтинник, но это ничего не значит. Посмотрим. Только победы. Буду стараться. Давай. Держи. Буду стараться. У тебя болеет. Продержаться. Давай. Спасибо, мой хороший. В общем, мы не прощаемся, мы ждем тебя здесь. Спасибо. Давай покажи им, как можно схитрить, как пройти им. Там-то максимально интеллектуально, чтобы они поняли, где недоработали. Русские не сдаются. Боже какой пустяк, сделать хоть раз, что-нибудь не так, выкинуть славы с дома, и старый позвать друзей всех нас. Итак, Александр Иванов. Ну давай садим. Россия вперед, русские не сдаются. Побежал Александр Иванов. А главное, что, выражаясь его же собственным холостовским языком, все то, что сейчас с ним происходит, тоже является частью вселенной. Все это грязное дело. Я должен сказать, что для полтинника Саша Иванов в суперспортивной форме. Он действительно держит себя в режиме. Он играет в футбол, он ходит по борцовски. Он же мастер спорта под дзюдо. Руки сильнейшие. Сегодня помогли ему победить на первом испытании, боевом крещении. Но пока Александр очень медленно проходит первую часть грязного дела. Пригибается, чтобы случайно не... Молчу. Очень красиво. Вот эта вот тактика тебя правильно зарекомендовала. И Александр Иванов все-таки прошел. Легко, играючи. Ах, молодец. Сейчас еще Харитонову бросит вызов, у которого минуты 52. Ну, весовые категории, конечно, тут немножко разные. И возрастные все-таки 20 лет разница почти. Но я думаю, что все, кому полкинет, могут завидовать. Иванову и бросить его пример. Ой, его сбивает! Что? Нет! Не успел коснуться серебряного захвата, и это значит секунды уходят. Вторая попытка. Все-таки, конечно, не очень это все приятно, откровенно говоря. Я, честно говоря, рада, что мы с вами не дошли до этого испытания, Кирилл Ильфович. Нет? Хотел бы получить... Я бы хотел, да. Может быть, вы мне потом дадите, чтобы я чувствовал себя, так сказать. Я же пошла на бок специально. Видите, я даже специально не уклоняюсь, не ныряю под руку, для того, чтобы ощутить всю прелесть удара. Тем временем, Александр Иванов очень правильную тактику выбрал. Чуть больше расчета сейчас он включил. Иванов опять в грязи, пока мы с вами болтаем, Яна. Самое, конечно, неприятное для Александра Иванова в том, что третий член команды мужчин, уже обладатель 20 бонусных секунд, человек, который сметает все на своем пути, это Герман Бухар. Вот это человек-машина. Который моложе Сашки на 30 лет почти, ему 21 год. Иванов на пандусе. Много сил, вот он в грязи, сейчас нужно перевести дух. Нельзя застаиваться. Хоп, устоял. Ритонов свалился после второго шара. Кстати, еще ни разу не включался мотиватор у нас на этом испытании. Они все с двух ног толкаются. Удержатся или нет? Красиво, красиво. Какой баланс. Саша очень сильный плечевой пояс, сильные руки. Дзюдоист в захвате постоянно находиться. Ой-ой-ой, Саша, Саша, Саша. Молодец, молодец, красиво. Саня, давай. Давай, Динамо за тебя. Динамо болеет за Александра Иванова, поскольку именно там он получил свою степень спортивную. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Может быть, сейчас он решил не тратить время, не рисковать. Можно не попасть, решил сразу свалиться. Может быть, не знаю. Возможно, это правильная тактика, и она себя оправдала. Может быть. Хотя посмотрим, посмотрим на секундомер. Там эти маты, на которых он стоял, они мягкие, они прогибаются под ногами. Толкаться с них очень трудно. Подними руки. Есть. Готов. Красавец. Складывается ощущение, что Александр держит внутренний стержень. Все его движения продуманы и в то же время качественные и динамичные. Мой коллега, мой возраст. Но чтобы я вышел на эту дистанцию, нет, ребята, увольте. Ну что, как? Нормально. Центрифугу отняла, конечно, сил. Поэтому все-таки участие в каждом кругу. Эмоционально. Все, мы забираем. Да и физический тур. Я думаю, что надо отправить Сашу осмысливать происходящее. Спасибо большое. Спасибо, мои дорогие, спасибо. У Саши Иванова особо не было выбора. Ему приходилось проходить дистанцию больше умом, размеренно. Поскольку он много сил потерял на предыдущем испытании, в котором бегал все три раунда. А это, мне кажется, была для него единственная верная практика. Все делать с умом. Санек, чувствую, идет с хорошим настроением. Победите. Победите. Ну что ж. Ну, фоксерский почти прошел. На шарах удержался, а колесо не стал. На всех шарах? А? На всех. И все шары четыре прошел? А как ты прыгнул? Все четыре шарами, четыре, ты красавица. Ты на них был день. Я на втором на пол, Саня. Я на втором упал. Как лягушка раз, держусь. Потом вставал ветром. Да, снова встал. Молодец, молодец, молодец. Напоминаем вам, что газета «Аргументы и факты» учредила специальный приз самому бесстрашному участнику жестоких игр. На сайте aif.ru вы можете проголосовать за своего любимого участника. Машенька, тебе удачи. На стройке, не бойся, не переживай. Спасибо вам большое. Все будет нормально. Ребята, вы знаете, я так боюсь. Мне так страшно сейчас, как никогда. Все будет отлично. Ты пройдешь и будешь самостоятельно. Я правда, на самом деле. Все будет хорошо. Все будет хорошо, беги и даже не переживай. Ребята, спасибо за поддержку. Я догадываюсь, что здесь придется рисковать. На самом деле, здесь собрано все то, что я никогда не делала. Я никогда не участвовала в таких спортивных соревнованиях. Я не делала каких-то, очевидно, таких спортивных вещей. Я всегда этого очень боялась. На самом деле, я нахожусь здесь, в первую очередь, для того, чтобы побороть свой личный страх. Итак, на старте Маша Цыгаль. Мир всем! Поехали. Да уж, Маша Цыгаль со своим йоговским подходом к жизни, немножечко таким расслабленным. Растяжки великолепные. Это правда, да. Но, по-моему, скорости и воли к победе в ее настрое нет никакого. Она идет наверняка, я так думаю. Цыгаль как по подиуму. Вышагивает пешком. Как будто демонстрирует свою уже летнюю весеннюю коллекцию. Очень хорошо. Как элегантно. Все. Все-таки пришлось искупаться. Какая обида. Машка, поднимайся. Ну, слушайте, что можно ожидать от девочки, воспитанной в семье потомственных художников? Художников, дизайнеров, живописцев, скульпторов. Мне очень нравится ее бабушка Нина Ватольевна. Я просто до знакомства с Машей не знала, что это именно она. Знаменитый художник-плакатист, автор моего любимого плаката «Не болтай». Это вот такая тетенька-плакатка. Давай посмотрим, она решится или нет на эту гадостную стенку. Страшно, но надо идти. Я представляю, как страшно Машу и мою сынишке Арсению смотреть на то, как мама проходит сейчас такую страшную боксерскую стенку. Назад. Так, она пытается выбраться. Выбирается. Все советы, все рекомендации, что делать, когда ты упал в грязь, как выбираться из грязи. Все это мгновенно забывается, как только ты оказываешься там, на дистанции жестоких игр. Все вылетучивается, из головы остается только адреналин. Вторая попытка пройти стенку. Но! Да, есть ощущение, кстати, что вот это вот фэшн-братство, оно и немножко сбило Машин настрой. Маша очень рассчитывала, что Данила Поляков чуть подольше продержится в проекте, потому что ноги привычны со знакомыми людьми. Но вы, Кирилл Викторович, выкинули молодое дарование. Что значит, я выкинул молодое дарование? Оттоптались на нем. Не оттоптался я на нем, это провокация. Я перескочил. Все видели. Я переступил через дарование и пошел дальше. Как всегда, идете по головам. Ужасно. Итак, Маша, отдав много сил, она не знает времени Ирины Оргман, а время-то хорошее. Да, неплохое. Давай, 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 давай грязненькая, давай. Давай грязненькая. Конечно, можно себе позволить такие реплики. Давай же скорей! Похоже, как раз Маша-то и дождется. Маша, давай скорей! Дождется мотиватора с таким-то подходом к процессу. Бегом! Бегом! Быстрей! Да, она как-то безвольно. Да, с плаванием у нее, конечно, не очень хорошо, но я должен сказать, что в жилетах плавать трудно. А не тебя как-то очень... Не знаю, ты какой-то не такой в воде. Но! Быстрее, 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 быстрее! Подниматься по тяжелой лестнице сложная, неудобная для девочек, невысокого роста. Ступеньки одна, а другой очень далеко. Нужно тянуться. Да, кроме того, я немножечко так догадываюсь, что еще может сбить Маша на строй. Скорее всего, наши костюмы, в которых выступают участники, возможно, не совсем укладываются в ее художественную концепцию представления о прекрасном. И это эстетически ее ломает? Да, скорее всего, как чек-то тонкой душевной организации. И тонкой душевной организации костюмы слегка жестковатые. Давай, Маня! Вот как она элегантно движется. Сидно вот сейчас она на подиуме практически. Ты можешь! Вперед! Я тебе говорю, ты можешь! Вперед! Вперед! Какой вопль! Друг хочешь заставит прыгать! Поднимайся! Маша, чуть-чуть! Пари внимательно! Друг? Любую! Какое нравится! Мне это вообще не нравится! Не бойся! Вот все! Значит, что же вы в самом деле? Слушайте, друзья, у меня есть предложение. Когда участники так долго рассуждают на трассе, есть такая тема. Помните, у нас такая уже была? Очень хорошая. Вводить штрафные секунды. Вот замешкался на трассе, получи штрафные секунды. Потом мало не покажешь. Суровая она была сегодня. Давай скорей! Итак, Маша Цыгаль, последний метр. Последний метр! Поднимайся, поднимай руки! Есть! С таким подходом к соревнованиям Маша рискует остаться за бортом жестоких игр. Здесь, на этом испытании, время решает все. Маша четвертая на дистанции. Пока могу сказать, что второго шанса вернуться в игру у нее не будет. Несмотря даже на поддержку товарищей по команде. Когда тебя нет рядом, наши команды нет. Вот я так и знал, что наши команды. Ладно, команда отличная. Ну, что? Во всем виноват то, что Набытов ушел. Ну, конечно. О, тебя я поцелую. Не в том, что я не справилась. Скажи, почему ты не рискнула прыгнуть? Слушай, ну, а ты бы рискнулась, на самом деле, очень страшно. Потому что это колесо, на самом деле, оно очень далеко. И эти кружки, они только выглядят большими. Так они маленькие. Кажется, что обязательно задонешься головой или носом еще, не дай бог. Знала бы ты, как прекрасно ты в этом наряде. С камерой, заляпанной грязью, на объективе. Отдыхай. Я думаю, что девушкам намного тяжелее, чем мужчинам. Дается все, потому что и сил у них меньше. Ну, и вообще, слабый пол многое чего не может. А здесь очень много силовых видов и прохождения сложных этапов. Поэтому, я думаю, что девушки достойны в самых лучших словах. Как страшно. Слабая, сладкая. Маша, ну как ты себя чувствуешь? Ой, гремится. Скорее пойдем греяться. Я хочу греяться. Маша, я ее обеду, костер разведем. Ой, слава богу, что это закончилось. Ну что ж, четверо участников уже ознакомились с грязным делом. И теперь давайте посмотрим на таблицу результатов, чтобы понять просто, кто из них был быстрее. На данный момент лучшее время показал боксер Сергей Харитонов. У девушек лидирует певица Ирина Ортман. Но пока это ничего не значит. Впереди выступление еще двух участников. Я думаю, что если вы такие молодцы справились, то мне будет проще по вашим стопам пройти. Гер, даже не сомневайся, у тебя время. Ты меня должен побить. Ладно, спасибо, ребят. Счастливо. Давай, возвращайся. Давай, возвращайся. Удачи. Ого! На самом деле ни звезды, ни артисты, ни певцы, они мне не конкуренты. Главный конкурент – я сам. Если я выложусь по полной, то все мне по плечам. На очереди легконогий Герман Бухаров. 21 год, на 30 лет моложе Иванова, на 10 – Харитонова. 20 бонусных секунд. Можем запускать. Атала Виктория Тьембре. Он очень приятный, очень доброжелательный, открытый к людям парнишка. Сразу это чувствуется. И очень такой взвешенный. Он занимался йогой. И, по-моему, это тоже сказывается. У него такое очень ровное отношение к жизни. Очень приятный молодой человек. Опа. Опа. И заново. Молодец, не растерялся. Смотри, сумеет ли пробежать. Удержался. Удержался. Нет. Расскажем про Германа Бухарова следующий факт. 21 год. Высшая школа экономики работает в тренинговом центре, где молодых людей, школьников, студентов, скажем, учат правильные мотивации жизненные. Не ходить там и заниматься там, чем не попадя. А как правильно простроить свою жизнь, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Напоминаем, обладатель 20 бонусных секунд Герман Бухаров... Тем не менее, вон в грязи, нужно вернуться назад. Больше всего Герман боится, как он сам сказал, ничего не достичь в жизни. В этом смысле жестокие игры, шанс показать, что... Это шанс показать тебя. А с другой стороны, ну вот как вам кажется, опять падает, боже мой. Как вам кажется, Кирилл Викторович, может, это не совсем правильная история? Зачем молодых людей с самого юного возраста вот такой... Ты должен, ты должен, пойди докажи. Я считаю, что любой человек должен, во-первых, рождаясь на этот свет, что-то сделать. И поэтому, если парень умный, с мозгами считает, что он должен что-то достичь, дай бог, пусть достигает. Это движет человечество вперед, в конце концов. Герман, давай, время, время, время! Надо сказать, что Харитонов-то Сергей задал результат. Ого-го! Ну, Харитонов-то Сергей, извините меня, микс-файтер, боец-профессионал. А мы, знаете, много здесь видели всяких чемпионов, которые не доходили даже до финиша. Такое бывало. Это не спорт, это совсем другое. Так, первый шар покоряется Герману Бухару. Второй. Нет, не хватило. Вот теперь станет ясно, насколько он умеет быстро плавать. И вроде бы неплохо справляется Герман с этой задачей. Плывет с сожженками, так сказать, как плавали наши прадеды, переплывая реку Москву. Я, знаете, что думаю, Ян, когда объявится первый мастер, который все-таки пройдет это вращающееся колесо с ответственностью? Я даже не знаю, кем это надо было. Возможно ли это просто, в принципе, понимание, со сбитым слегка настроением, все-таки падение в грязь, падение в воду. Герман останавливается. Он пытается рассчитать, что ему делать. Ходом проходить. Может быть, ходом пройти? Такое тоже возможно. Не отбавится. Нервы, нервы, нервы. Нет. Сходу не получается. Не тот метод. Есть ощущение, что даже если, я так пытаюсь прочитать время приблизительно, даже если Герман не вылетает сейчас, то вряд ли у него будут 10 бонусных секунд. Минута 52 Харитонов. 3.59. Вот двухминутный зазор, куда должен попасть Герман Бухаров. Иначе... Иначе... Поднимай руки. Гудбай, Аргентина. Есть. Герману еще рано прощаться с Аргентиной. Он работал на скорость. И кажется, что сил у него еще на три такие же дистанции, не меньше. Герман прошел серьезный кастинг. И он, возможно, как никто другой здесь мотивирован на победу. Почему ты упал в начале, когда сначала так хитро проходил эти вращающиеся крестовины? Знаешь, наверное, я послушал слишком много советов. Пытался все думать головой. От кого были советы? Что это за враги? От моих партнеров. Желание только хорошего. Здесь нужно было слушать тело. Да, здесь нужно было слушать тело. И у него еще есть шанс выиграть у самого Харитонова в финале. Герман, отдыхай. Герман, он явный фаворит. Он настолько ловок, настолько изощрен, настолько обаятелен и лучесарен. И мне кажется, вот он по жизни такой. Ему все кажется легко. И с открытой душой он все делает. Я на самом деле очарована и тоже не ожидала при нашей первой встрече, что он так будет с легкостью проходить все испытания. Hola, amigos! Я вспомнил все ваши советы, сдал все точности, да наоборот. Да ладно, да как? Ой, а что-то тут 3.15. Я везде, где можно, везде накосячил. Я думаю, что своими рассказами, советами я ребятам подсказал, как правильно все это проходить. И я думаю, что все нормально, хорошо прошли. Девчонки, они никогда этим не занимались. И просто первый раз некоторые просто проходят эти полосы препятствий. И им вообще, как говорится, отдельный поклон. Ладно, дорогие, пойду я. Самое главное, грейте. Да, на самом деле спасибо вам, потому что ваши... Все, да, давай, удачи. Все будет нормально, не бойтесь, не переживай, у тебя все будет нормально. Я не опозорю вашу команду. Мы за тебя болеем. Давай, давай, пока, пока, пока. Аккуратно! Я уже болею. Герман, который бежал передо мной, разбил себе нос достаточно серьезно. Свой пробег и решил посвятить ему. Потому что он среди нас самый молодой, самый боевой сейчас. И я очень за него болею. Лидер в состязании девушек актриса Даша Якомасова. Герман, за тебя! Ну, как вы видите, только что человек, который имел преимущество по итогам двух испытаний, сейчас его потерял, хоть и прошел четвертое финальное испытание сегодняшнего игрового дня. Как сложится судьба для Даши Якомасовой? Покажет грязное дело. И вот она уже начинает показывать. Очень правильный, кстати, между прочим, у Даши подход и к актерской работе, и к жестоким играм. Ох, как она легко, молодца! Везде бросается, как в омут с головой. Вот так вот, оба, и поехали. О, молодца какая! Гитис имеет право гордиться такими выпускниками. Но, правда, впереди еще много чего надо сделать. Что? Как она расчетливо двигается? Неужели... Молчу, молчу, молчу. Вот именно очень расчетливо двигается артистка. Молчу. Серебряный захват пройден, поэтому артистка иметь право двигаться дальше. Грязь она. Чем сильнее ты от нее отталкиваешься, тем сильнее она вбирает тебя в себя. Он идет очень быстро, посмотрим, что будет дальше Здесь нужно очень хорошо себя контролировать в этот момент Так, быстрее, быстрее, быстрее Раз, нет Перескочила Говорил же им по секрету всем На четыре точки, на как лягушка приходите На колени и на руки И только Ира так сама придумала историю Но смотрите за то, как хорошо справилась с дистанцией Быстро плывет, молодче Саша Якамасова, очень красиво Так, сколько там, напомните мне, результатов у Ирины Ортман? 2,40 Ну, посмотрим, как сейчас она справится с нервами Каково оно, актерское счастье-то на жестоких играх Очень сложно, дыхание сбито Нужно сконцентрироваться, придумать, как прыгать Она прыгнет в центр или нет? Или на края ноги поставит? Ох, как она сделала здорово! Она была так близка! Вообще потрясающе! В одно движение! Но она здорово плавает Смотрите, как быстро она это делает Скорее, 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 скорее! Во, волевая! Во, волевая! Боюсь что-либо предполагать Но в любом случае этот результат будет очень-очень неплохой В наших делах, как вы понимаете, все иногда решают секунды Есть! И сейчас, по-моему, для актрисы Дарьи Якомасовой наступают секунды счастья Она делала все отважно и выжимала из себя все силы, чтобы только завершить этап Она достойна места в финальном испытании На самом деле, когда грязь стала засасывать, для меня это было открытием Хорошо, а что, стенка боксерская типа не страшно? Боксерская, знаете, у нас в команде боксеры, он объяснил, как прятаться от удара Он показал, как улоняться, но я кикбоксингом однажды занималась Однажды это сколько раз? Один? Где-то пару месяцев Круто Когда маленькая была Этот опыт на что-то вообще в своей жизни На съемки в кино? Ну, например Вы знаете, похоже Чем? Ну, какой-то экстремальностью, что ли Кино экстремально? Мне кажется, очень Ты по что со мной-то аутаешь? Пусти, черт, больно Стерпишь Я думаю, что Даша совместила в своем прохождении лучшие качества, которые свойственны мужчинам и женщинам От мужчины она взяла скорость, быстроту, выносливость А от женщины взяла гибкость, грацию, умение понимать тонкую дистанцию, умение обходить себе острые моменты Я ей очень горжусь и буду очень рад видеть ее в финале Слушай, ну, как-то по-разному на том день О, ты такая молодая Да, меня засосала в грязь, понимаете Да, да, меня так Итак Отличная компания собирается на огненной земле Наша команда Наша команда Которая уже нет у вас, Кирилл Викторович Но зато там есть следующие замечательные люди Ирина Ортман и Дарья Якомасова из девушек И Сергей Харитонов и Герман Бухаров Парни На самом деле я очень рада, что я прошла эти испытания Для меня это было нечто очень-очень необычное Мне сложно было на это решиться И да, я не победила в традиционном понимании этого слова Но победила я, безусловно, себя в первую очередь И я чувствую себя гораздо сильнее сейчас Чем буквально еще сегодня с утра Все-таки весна – это чудо от Бога Тайна мироздания в улыбке Творца А земная жизнь – это только дорога Просто вечный путь от креста до венца И в конце пути – ощущение свободы От того, что там, где рождается новь За меня дурного над всем небосводом Тело держит гвозди, а душу – любовь Ну что, ребят, не будем нарушать добрых традиций Будем отправлять Югу, засланникам Давай Я иду первым Все будет нормально Я бы не перегорел Вот правило четвертого испытания Которое называется «Огненная земля» Сначала участник спускается вниз по огромному желобу В потоках воды После чего начинает движение уже вверх По другому желобу, принимая на себя тонны воды После чего должен двигаться как можно быстрее По узкой приступочке вдоль стены Которую мы называем «стена плача» Потому что здесь тоже вода Затем нужно бежать как можно быстрее По узкой дорожке и отдельным ступенькам Установленным на высоких столбах Бежать так быстро, чтобы тебя не догнала Вращающаяся конструкция, которая стремится сбить тебя в воду В этом случае, если упал в воду участник мужчина Он должен плыть назад До ближайшей лесенки Подняться наверх и повторить маршрут Девушке можно плыть вперед Следующий этап Перепрыгивать с одной на другую Под трем огромным вращающимся платформам И, наконец, прыгнуть на финальную платформу И нажатием кнопки, которая там есть Остановить время При этом Каждому участнику пригодятся в этом испытании Бонусные секунды Если он их завоевал в предыдущих испытаниях Итак, Огненная земля Последнее испытание Первым на старте Сергей Харитонов ВДВ Меня, чувствую, переполняют Я желаю ребятам после получить адреналина не меньше Чувствую, конкурс будет очень серьезный Я не знаю точно, сколько у него прыжков с порошка А я знаю, приблизительно около ста Как его выносит Бублик из-под него вылетает метров до 20 вперед Огромная масса, 120 килограммов весом Поэтому такая инерция Это не имеет ничего общего с парашютными прыжками Просто так Просто так, знаете как Любители экстримов Ну, конечно Высоты не боится Серега Но вот он сейчас преодолевает мощнейшие потоки воды Мощнейший Он, конечно, мощный сам Но нужно поднять себя на канатах Вот он появляется Как пылинный богатырь Как один из 23-х богатырей дядьки Черномора Буквально и сам дядька Черномор В общем-то, в черном костюме Ой, красиво Быстро удержится Ой, даже ему тяжело Даже ему тяжело Стоял Предположим, первая часть дистанции Где нужна сила и выносливость Здесь все хорошо Но сейчас будет наша любимая стена плача Где очень-очень узенькая приступочка И широкому Харитонову будет уже, наверное, трудновато Вот посмотрим, как он с этим справится Крепкие руки позволяют хорошо удерживаться за эти захваты А пробует, какой захват лучше Вот это да, это правильная тактика Даже с его длинными руками довольно сложно Первые балетные позиции У него ноги Большой размер обуви Не помещается на этом узком 5-сантиметровом карнизике Да и гидрокостюмчик с трудом нашли на нашего бухгеря Ну, естественно Ему на самом деле очень трудно Потому что костюм очень сильно сдавливает Жилет сдавливает поверх костюма Дышать тяжелее, чем другим Да, эта часть дистанции, конечно, немножечко Немножечко затормозила Сергея Харитонова Но посмотрим, посмотрим, что будет дальше Харитонов действует наверняка Идет медленно, но наверняка, чтобы не срываться Стоп, последний захват Ну что ж, теперь рассчитать момент старта Для того, чтобы убежать от этих адских вращающихся мельниц Это бешеная мясорубка, которая совершенно неприятно быстро сегодня вращается Как-то по-особенному для наших русских богатырей Ну давай, Серега, тут надо все рассчитать Вряд ли его пугает эта высота Но он хочет рассчитать момент старта Для того, чтобы сзади его не нагнали Эти красные шары Ох, много народу они тут позбивали Ох, много, ребята Есть ощущение, что Сергей немножечко устал Наверняка Мистически отдал много сил Быстрее, быстрее Должен успеть Должен успеть Успел Успел Было ощущение, что вылетел с платформы Ничего себе Как он торопился, но это еще не все Надо броситься на эти вращающиеся платформы Удержаться, схватившись На первую он попал За эти красные столбы Они могут оказывать услугу Если за них схватываешься Но если не попал, они тебя же и собьют Хоп, устоял Держись, держись Держись, Дерега Он уже своего не отпустит О, нет Вот она Неожиданная какая интрига Ему приходится вернуться назад Чтобы повторить этот путь еще раз Да, ведь может получиться такая ситуация Что юный Герман Бухаров Получит преимущество Он уже его получает Потому что Сергей действительно довольно медленно Обстоятельно Силой русского богатыря Вот так вот проходит эту дистанцию Итак, он первую платформу опять покорил Извините за высокопарный слог Дальше Опять срывается Ну, как мы знаем Теперь платформы остановят Они не будут вращаться Конечно, протеивать легче Но я представляю Что и усталость, и обида На самого себя Ведь спортсмен привык всегда Добиваться целей Достигать результата А здесь не получается Просто потому что Стихия сильнее тебя Сейчас еще одна попытка Платформы скользкие Даже после простого прыжка Удержаться на них непросто Первая Платформа останавливается Опа Ну, третья уже Третий потом финал Уже на морально-волевых, как вы говорите А, он толкается И они поворачиваются Аккуратно Наконец-то Наверняка Нажать кнопку Сейчас я могу с уверенностью сказать Что Сергей Все делал профессионально Удар за ударом Уклон за уклоном Но свой финальный раунд Он слишком затянул Посмотрим теперь Сумеет ли воспользоваться этим Герман Поздравляю с окончанием Все, все кончилось Ну что? Я получил От каждого конкурса Я получаю Какие-то новые эмоции Просто У меня ни слова Просто обалденно Какой результат? Как ты думаешь? Я даже не знаю Не очень хороший 100% Нет А сколько минут? Как ты поощущаешь? Я даже не знаю Минут 10 может быть 4.55 Минус 10 секунд Которые у тебя были За победу в СВД 4.45 4.45 Результат Честно скажем Не самый лучший За всю историю Да, да, да Я уверен Что он не самый лучший Но еще все открыто Отдыхать Сергей Харитон Отдыхать Спасибо, что были с нами Спасибо Спасибо Сережа и Герман Они абсолютно разные По комплекции По психофизике Какой-то И Они абсолютно Равноценные Равнозначные И Неравнодушны К тому, что они делают Погода меняется Практически на глазах Ничего себе Каждые 3 минуты То идет То, что он не идет И мы уже Вот-вот надеемся Что он закончится А нет Опять начинается Я почти уверен При этом Что Даша Якомасова Лидеру Которой 30 секунд Призового времени Бонусного Совершенно не обращает Нимания на перемену погоды Сейчас Потому что Она уже на старте Вот там наверху Испытание Которое называется Огненная земля Решающего Финаль Это очень страшно Честно вам говорить Остальное скажу потом Если останусь жива Одна из нового поколения Звезд российского кино И театра Вот она уже соскакивает С публикой И Как она быстро плывет Она занималась плаванием В детстве Призналась Поэтому у нее Приличная техника Так Сумеет ли она Сейчас преодолеть Силу этого потока Для многих девушек Он был Неразрешимой задачей Она поднимается Падает Но она правда Все равно Производит впечатление Крепкой девушки С сильными руками Опять ее Опять голова Шлеме появляется Над потоком И исчезает На самом деле Это все реально Нужно только проявить Терпение и характер Мы это видели здесь Неоднократно Поток становится тише Вот самое время Взбираться Пока вода не усилилась Вновь Сколько раз мы наблюдали Эту картину Когда люди думают Что поток ослабел Радостно поднимаются На вот эту вот Зигзагообразную конструкцию Сейчас может пойти Опять поток Воды навстречу Держаться надо Держись Она не боится Как она быстро идет Как она быстро идет Вот тут соскользилась Сейчас Прошла первую часть Ну хорошо Внимание Коварная стена плача Ника Москва Не разбей Такая полоска По которой нужно идти Вращающиеся Нетвердо закрепленные Захваты Которые поставили в тупик Сергея Харитонова Ага Полметра Высота Да Я молчу Чтобы не злазить Здесь требуется Быстро бежать Она делает паузу Не хочет рисковать Пошла Молодец Не стесняйся Быстрее 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 Раз Два Три Четыре Ой мамочки Ой сбивает Но слава богу У девушек правила В этом плане попроще И сейчас нужно Всего-навсего Продолжать Прохождение Я вижу И мне кажется Что Даша Сама с собой Говорит И что-то Как-то себя Заставляет Как-то себя Мотивирует К проходу Дистанции Внимание Первый прыжок Хорошо Молодец Первый прыжок Отлично Второй Срывается В отчаянии Человек теряет сил И каждый раз Попадая в воду И не сумев Сделать Какую-то часть Какой-то этап Преодолеть На этой дистанции Конечно Даша Никомасова Человек Недюжины Силы Духа И понятно Почему Парахун Здесь дура Когда крутилась Было не так Опа Удержалась Платформа Остановились Уже чувствуется Усталость Она поправляет На коленях Оттолкнуться Мокрые Проваливающиеся Под ногами Платформа Удержаться Удержалась Это очень трудно Даже для взрослых Сильных парней Третий прыжок Успела Ну последняя попытка Последний прыжок Уже у нее Совершенно сил не осталось Есть Кнопку нажимай Жми скорее Нет Кнопку не тунет Наверху Ну потеряла Немножечко От волнения Она по-моему Плачет даже От искутка чувств Даша по-моему Неиссякаемый Запас энергии И чем ей сложнее Тем сил у нее Мне кажется Все больше и больше Она сама не верит Что смогла дойти до конца И выдержать испытания Которые порой Не под силу Даже Олимпийским чемпионкам Даша Ты молодец Спасибо вам большое За что? Она говорит Спасибо вам большое Все Любитым голосом Потому что Дождались А куда бы мы ушли-то? Все равно бы дождались Тяжело? Да Устала? Да Ожидала, что будет так тяжело? Да Не страшно было спускаться Вот на бублике? Да Мне очень хочется поделиться На конец времени Три минуты 58 секунд Минус 30 секунд Три минуты 28 секунд Да ладно Да? Каждое испытание Которое было промежуточным Для меня уже было промежуточным финишем Я не смотрел еще настолько далеко До финала Сейчас нужно Сделать все возможное Поскольку Проиграть в финале На самом деле Или обиднее, чем вылететь в втором и в третьем раунде И я хочу На мажорной ноте закончить Вечер Результат Сергея Харитонова 4.45 Чем ответит Молодой человек На 10 лет моложе Сергея Герман Бухаров Он на старте Увидимся на той стороне До встречи Вот он летит Дес у него гораздо меньше Поэтому он вылетает гораздо ближе, чем Сергей И это работает на Герман Он несколько секунд выигрывает в плавании Вот он уже возле канатов Захватывает их Мы видим отсюда Посмотрим, насколько ему удастся выиграть на этом отрезке Где как раз сила-то и не помешает Если пройдет быстро У него появится такой плюс в душе Такой адреналин Он почувствует, что у него получается Но Держись, брат, держись Держится молодец Молодой О, молодчина-то Я думаю, что занятие йога ему помогает А я думаю, что все-таки желание состоять Само собой Ну такой, знаете, спокойный-спокойный Ему когда-то преподаватель по йоге Подарил мешок битого стекла на день рождения Чтобы учился лежать с намеком Смотрите Молодец Быстренько преодолел Он эту стеночку-то плачет Насколько быстрее Герман прошел, чем Сергей Ай-яй, неправильная тактика Неправильная, неправильная Выждет чуть-чуть Он нервничает Не успеет или успеет Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Все, вроде бы расщепал Успевает или нет? Успевает Потрясающе Он уже прошел на первую платформу Какой он быстрый И как он расчетливо, взвешенно это все делает Удержался на вторую, чудом Ничего себе, третий Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- которые могут остановить испытания, если возникнет опасность серьезного короткого замыкания. Желательно успеть до этого момента. Ветер усиливается, дождь усиливается. Кошмар! Где же Герман? Вот он, он стоит на старте, прыгает. Удержался. Опять сорвался. Я уже хотел сказать, что уж Герман близится. А полночь наступает вот-вот. Но Герман, к сожалению, не приблизился. Он опять оказался подет. Третья попытка в бомбе почти не вращающихся платформам. Но не будем забывать о том, что у Германа есть бонусные секунды. Я думаю, что у него есть преимущества и по времени. Сергей Харитонов медленно шел. Вопрос в том, как быстро Герман сможет сейчас подняться. На него сейчас льются потоки такие же вот сверху, как и на нас. Вот он стоит уже здесь. Последний прыжок. Еще один, ну. Давай! Давай! Время! У меня нет слов. Упорство, безразличие к любым препятствиям, позитив и добродушие. Все сочетается в этом парне. Достойный боец. Можно я сразу скажу Герману его цифры, и мы провозгласим нового победителя? И мы пойдем по словам слегка. Итак. Герман Бухаров. Герман Бухаров. С результатом. Три минуты восемь секунд. Минус сколько там? Двадцать восемь секунд. Две минуты. Две минуты сорок в восемь секунд. Выходит в суперфинал. Йо-хо! Спасибо вам большое! Я думаю, что сам факт того, что Ира Ортман дошла до финального испытания, уже очень многих удивляет. В первую очередь саму Ирину. Она уже на старте. Это все происходит не со мной. Нет. Господи, мама, помоги мне. Подождите. Секунду. Секунду. Туго, туго. Стоп! 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 Я схожу в дистанцию. Я не могу. Передумала. Да уже все. Уже сигнал дан. Ох уж эти женщины. Как они меняют свое решение в течение одной секунды. Ой, можно подумать, мужчины в этом плане от нас чем-то отличаются. Отличаются. Ну, возможно, в течение двух секунд. Женщины делают это гораздо грациознее. Да, пожалуй. Мне очень жаль, господа. Ну, ладно. Такая понурая прямо. Идешь, иди сюда. Никто тебя не ругает ни за что. Я как с ребенком почему-то с ней разговариваю. Ира, почему? Что получилось? Я боюсь высоты. Я об этом всегда говорила. И когда я поднялась на шесть пролетов вверх по лестнице, у меня закружилась голова, и я стала задухаться. Мне просто физически было это невозможно сделать. Я поняла, что я рассчитываю на свои силы. Ира, но тебе же нужно было не вниз падать через шесть пролетов, а как бы катиться вот по наклонной. Я просто испугалась, честно. Я устала. Все, я расстроен. Я обижен, я рассержен. Итак, Ирина отказывается. Все, отдыхай. Давай. Мы девочки. Мы вообще должны за этим всем наблюдать и радоваться за своих мужчин. Они должны побеждать. Изначально мы запрограммированы на другое. И я абсолютно понимаю Ирину, потому что я сама была в полушаге от того, чтобы отказаться от всего. Я рад за победителей. Пусть каждый бился, каждый старался побороть свой страх, но игра определила победителей. Игра все сделала за меня. Я считаю, второго шанса не заслуживает никто. Я прощаюсь с вами. Спасибо, дорогие Яна и Кирилл, за потрясающую игру. Спасибо, ребята. Верьте в себя. Пока. Ну что ж, сегодня все герои проявили железный характер и несгибаемую волю. Я очень рад, что был сегодня участником этой команды. Очень рад за ребят, которые победили. Это Герман Бухаров и Даша Якоматова. Они стальные бойцы. Вам не кажется, что сегодня победили самые достойные? Увидим их в суперфинале. И помните, друзья, истинная жестокость у дел слабых. Будьте сильными, несмотря ни на что. Нет! Скорости не хватило. Мамочка! Я такая крутая, я не смогу. Я не знаю, что я не знаю. Плечо, что лёгко. Бежать же было надо. Плечо. Что ж такое. Ах, если бы наша мужская сборная по футболу вся с таким характером. Намного чемпионы мира. Вы это сказали, Кирилл Митлевича, а не я. Не может подняться, девчонка даже. Представляете, как тяжело. Плечо, что я, обливайся. Я не знаю, что лёгко, реально. Я не знаю, что. Силу вступает в правила жребия. Ну, значит, всё в руках судьбы. Это классно. Получай стабло. Пока. Какая заряженность на победу. Он подготовился. В первую очередь, психологически. Реально. Вау. А Джихмин первый, кто сделал это. Вау.